В своё время этот автомобиль удостовался множество наград и был одним из самых стильных и быстрых и существующих суперкаров. Однако в нашей сегодняшней передаче мы будем говорить не об оригинальной машине, а о реплике, то есть о её полноценной копии, собранной вручную. Всем привет! И вновь на телеканале Автоплюс программа «Экзотика». Меня зовут Катя Каренина. Сегодня познакомлю вас с уникальным автомобилем – реплика Lamborghini Contouch. Эта модель быстро стала популярной. Во время своего дебюта в 1974 году Contouch потряс воображение общественности. Настолько сильно он отличался от существующих в то время машин. Наш автомобиль производит такое же впечатление. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Неизгладимое впечатление производит ваш автомобиль. Что это? Расскажите, как это появилось и вообще откуда это? Это реплика Lamborghini Contouch. Строилась мной в течение четырёх лет. В прошлом году я её закончил. Ну и вот, можем её увидеть. А с чего пришла идея? Вот захотелось, чтобы построить самому или что? Ну, я с детства болею, в общем-то, постройкой автомобилей, инженерием. То есть смотрел в детстве передачу «Это вы можете», естественно. Первую компоновку автомобиля нарисовал, учась в начальной школе. Этот дизайн Lamborghini – мой любимый дизайн из всех Lamborghini. Ну и вот такая детская мечта, она в итоге воплотилась в полноразмерный автомобиль. Оригинальный дизайн Lamborghini Contouch разрабатывал Марчелло Гандини. Автомобиль по форме получился угловатым, широким и низким. Фактически, корпус состоял из множества трапециевидных плоскостей. Хотя в машине и присутствовали плавные линии, они не смягчали внешние угловатости. Модель выглядела весьма футуристично и, по мнению критиков, представляла собой образец одиночного производства. Однако они ошиблись. Почти сразу после презентации прототипа Ferruccio Lamborghini начал серийный выпуск Contouch. А с чего началась постройка? Постройка началась для меня с выбора дизайна. И дальше уже под определенный мотор, под определенную ходовую, собственно, компоновалась рама и строилась концепция всего автомобиля. Оригинальный дизайн машины менялся в соответствии с требованиями аэродинамики, эргономики и удобства управления. Эти изменения начались с первой серийной версии автомобиля, когда выяснилось, что требуются дополнительные вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя. Как результат, в дверях на задних крыльях автомобиля появились воздухозаборники с малым динамическим сопротивлением, используемые в авиации. А какие сложности были? Ну, сложности были, начиная с того, что я не совсем понимал, как и где эту машину строить. Известны всем сложности с регистрацией. Это полностью самодельный автомобиль. В итоге этот автомобиль я строил два года в Италии и два года в Эстонии. В Эстонии я проходил полностью сертификацию и потом уже привез ее в Россию. То есть сейчас он на номерах, на учете? Абсолютно все официально, да. Помимо оригинального внешнего вида, обращают на себя внимание двери автомобиля гильотинного типа. Они открываются строго вверх и вперед. Это было сделано из-за большой ширины автомобиля. Стандартные двери в данном случае были бы весьма неудобны. Обращают внимание на себя и фары, которые с помощью специального механизма могут убираться вовнутрь капота. Салон автомобиля простой и лаконичный, без особых излишеств. Кстати, кресла, которые стоят в нашей машине, самодельные и очень. По эксплуатации вообще как? Привередливый автомобиль? Или когда делаешь своими руками, все в нем знаешь? Когда делаешь своими руками, все в нем знаешь. Автомобиль, конечно, не на каждый день. Это автомобиль, скорее, для получения положительных эмоций. Ну, выезжаешь, все улыбаются. Ну, естественно, летом. Все улыбаются. Ну, конечно, летом, да. Мне тут шутили, когда купил зимнюю резину. Нет, не купил, покупать не буду. По эксплуатации, ну, жесткий, спортивный автомобиль. А кузов полностью стеклопастный? Не совсем. Здесь двери, передний, задний капот и крышка глушителя. Алюминий. Что это алюминий? Без автомобиля? Около полутора тонн. Двигатель Lamborghini Contouch с течением времени прошел несколько усовершенствований. Последняя модифицированная версия представляла собой V-образный 12-цилиндровый двигатель. Мощностью около 450 лошадиных сил. В нашей машине стоит стоковая версия шестицилиндрового мотора производства Fiat. Этот мотор разрабатывался для автомобилей Alfa Romeo. А используемая конкретная модификация устанавливалась в автомобиле Lancia Tesis. Шесть цилиндров, объем 3 литра. Базовая мощность 212 лошадиных сил. Алексей, а что значит эта вот аббревиатура, которая на бортах XC Cars? Ну, это сокращение. X от Алексей, I ионов. Cars это автомобиль Алексея Ионова. Итальянская версия происхождения название было более романтично. Слово «кунтаж» обозначает удивленный возглас, использующийся мужчинами при виде очень красивой женщины. На пьемонском диалекте итальянского языка. По легенде, именно его произнес известный итальянский автомобильный конструктор Джузеппо Бертони, когда увидел проект 112, рабочее название модели. Так что в 1971 году на автомобильном шоу в Женеве прототип был показан под этим именем. Хотя по традиции компания Lamborghini дает своим моделям название, связанное с коридой. Вы знаете, вы второй автомобиль в нашей программе, который действительно вот с такими логотипами, когда владельцы строят свои автомобили и берут имена и фамилии, и название машины. Ну, это правильно, наверное. Сток всего наслушалась, уже хочу прокатиться. Поехали? Пожалуйста. Алексей, ну, ощущения, конечно, смешанные. Во-первых, я так уложилась тут в полулежачем состоянии. Ну, конечно, не знаю, очень смешанные ощущения. Рассказывайте, почему все-таки автомат, а не механик? Ну, на самом деле, и проще, и современнее. И удобнее, да? Ну, и удобнее. Тут есть ручной режим у коробки, поэтому при желании можно и вручную подергать. Передача. Усилителя тут пока нет. Я уже это поняла. Поэтому руль лучше крутить на езде. А, вы знаете, мне везет в программе с автомобилями, которые безумно красивые, шикарные, но у них почему-то нет гидроусилителя. Спортивный вариант. Ну, что же, попробуем? Да. Я еду на автомобиле, который собран минимум из пяти-семи машин. У меня торпеда от «Лады Калина». Печка и кондиционер от «Пежоа». «Модора» от «Альфа Ромео». «Рено», да? То есть... Рулевой «Эквардал». Рулевой «Эквардал». И, кстати, ощущения смешанные. Единственное, конечно, здесь ничего не видно. Обзор заднего вида. Его вообще нет. У них только крыши впереди едущих автомобилей. Боковые зеркала, но они настолько маленькие, что, честно говоря, по приборам фактически поворачиваю. Алексей-то, конечно, уже привык к этому автомобилю. Ну, а я вот только начала. Но на самом деле, буквально вот покатавшись чуть-чуть, уже я очень себя комфортно ощущаю. Единственное, конечно, чем ниже ты ложишься, тем удобнее тебе управлять. Я бы хотела выразить свое восхищение, потому что это автомобиль, который построили вручную, да, фактически. Спасибо. Но он действительно очень хорошо управляется. Очень четко реагирует на газ. Очень хорошо рулится, даже несмотря на то, что нет гидроусилителя. Мне кажется, что тяжеловато. И ты не ощущаешь себя, что ты сидишь в машине, сделанной своими руками? Ну, так и должно быть. А когда вы приехали, у меня вообще было ощущение, что это просто было паркни старых лет. А тяжело ли давался проект вообще? Да. Я его строил не в России. Для меня это были разъезды и отсутствие дома. С другой стороны, это было бы очень интересно. А как вы возили на его плате? По частям? Нет, там изначально машина начинала строиться в Италии. Мы там ее собирали. Там ставили мотор, там варилась рама, там пластик. Потом доводилась она до ездоспособного состояния. Все панели оборачивались. Салон делался. Это тоже делалось все в Эстонии. Все делалось на месте. То есть и там, и там была мастерская, и там, и там были единомышленники, которым я очень благодарен. Это совместная работа команды, которую я организовывал сначала в Италии, а потом господи. Я уже говорила как-то в предыдущих программах, что очень приятно ездить на автомобилях, в которых есть душа. И вы не поверите, но это очень чувствуется. Вот сюда садишься, и ты реально чувствуешь, знаете, вот эти вот бессловные ночи и дни, когда Алексей с этим автомобилем занимался, потому что настолько все с любовью сделано, настолько вот это вот, какой-то такой дух, вот даже я смотрю, вот это в предпочке, да, но он от трактора. Вот трактор это стоит вертикально, вот эта вот модельечка, да, а вот то, что внутри, это вообще от чего? Это самодельно рисовалось, вырезалось лайдером, и индикаторы здесь сейчас уже показывают, совсем не то, что они показывали в тракторе, а МТЗ, показывают включение фар, показывают открытие дверей. Леш, ну а вот если возвращаться в прошлое, вот в 2008-й, да, зная, сколько будет сложностей, зная, сколько будет трудностей, стали бы строить это? Однозначно бы стал, а другое дело, что, конечно, некоторые вещи я взял по-другому, и сэкономил бы чуть-чуть времени и денег, но стал бы однозначно. А что посоветует людям, которые вот сейчас, посмотрев на ваш фанатизм, да, и энтузиазм захотят строить себе автомобиль, с чего начинать вообще? С оценки своих возможностей, и самое главное, с оценки, насколько тебе нравится процесс. Потому что если начинать строить такой проект только ради результата, то, скорее всего, ты его не построишь. Естественно, такая оригинальная машина не могла остаться незамеченной окружающими. За время съемок много людей интересовалось, что это за автомобиль, а кто-то даже делал фотографии на память. Как люди реагируют? Что говорят вообще? Вопросов побольше много. Но на самом деле, вот если у тебя плохое настроение, можно выехать на этой машине, проехать по улице, ты увидишь улыбки людей, и сразу настроение станет положительным. То есть эта машина давит улыбки и тебе, и окружающим. Вот так вот ты едешь на машине и получаешь положительные эмоции. Правда, не стоит забывать, что клиренс на этом автомобиле, конечно, совсем небольшой. Так что приходится внимательнее следить за дорогой. Но на педаль газа все равно нажать так и тянет. Давайте нажмем газ на этом автомобиле. Мне все здесь нравится. Ну, подвеска-то, кстати, довольно мягкая. Я ее сделал чуть-чуть повыше и чуть-чуть помягче. Все полностью. И настраивается вот с передачи водителями. Ну, уникум, потому что построить такую машину, это действительно... Мне даже не хватает слов, чтобы это выразить. Потому что я понимаю, насколько это кропотливо, насколько это по времени, насколько это по силам, насколько это все требует действительно любви к автомобилю. Потому что не любя машины по-настоящему, таких автомобилей не построишь. Спасибо. Спасибо вам большое. С прекращением выпуска Lamborghini Contouch закончилась эпоха эксцентричных, поражающих новаторством решений серийных автомобилей. Поэтому вдвойне приятно, что есть такие люди, как Алексей, который строит вот такие автомобили, не оставляющие людей равнодушными. Артефактам присущи быть непредсказуемыми. Собственно, для этого они и создаются. Вот и все. Наше время истекло. Если у вас есть интересные автомобили, присылайте их фотографии на наш электронный ящик. Это была программа «Экзотика» и я ее ведущая Катя Каренина. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!